Всем привет, друзья! С вами Гамбит, с вами Карьера за футбольный клуб Барселона, FIFA 22. Ну что, друзья, продолжаем. Это у нас возможно. Возможно. Финальный выпуск первого сезона за Барсом. Во-первых, у нас очень важное противостояние с Луна с Ким Челси в рамках одной-второй Лиги Чемпионов. Да, мы уже в полуфинале. Достаточно, мне кажется, уже очень хороший результат, на мой взгляд. Так, это у нас тут что вообще такое? После обновления FIFA решила, что мне нужно напомнить некоторые моменты. Но не важно. Важно то, что у нас, во-первых, еще раз повторюсь, Челси, также у нас Мальорка. Вот такой вот календарь в Ла Лиге. Сильта, Бетис, Хетафи, Вильяреал. Ну, не знаю, не знаю. Получше. Просто хочется, чтобы команда сыграла из своих классических. Ну что, поехали? Нголу Канте. Устремляется Нголу Канте. Кристиан Пулешич. Неплохая такая передача на левом фланге. Бенчилл подключается. Бенчилл неудачная передача, но на подборе Пулешич. Может быть опасно. Удар будет в дальний угол. Валадиноль. Здравствуйте. Очень быстро, очень просто, легко, от скук. И Барса пропускает. Искать виноватых нет смысла. Здесь только один виноват. На этом канале. Это, конечно же, собственно, ваш покорный слуга. Четвертый мяч всего забивает Бельгиец. У нас следующий матч с Мальоркой. Я решил этот матч просимулировать. Полу-резервным составом. Мальорка находится на 15 месте. Давайте перемещаться к матчу. 2-1. Минимальная победа. Педри и Альба отличились. У нас следующий матч с Челси. Лига чемпионов. Ответная встреча. Напоминаю, что первый матч мы уступили 2-1. У нас есть, на самом деле, очень большие изменения, я считаю. Во-первых, Депай у нас играет Цапника. Во-вторых, Педри играет центральный полузащитник. Ну и в-третьих, Карима Дэми у нас основной, центральный нападающий. Нужно, наверное, Альбу поменять. Да. Альба очень устал. Тест у нас играет слева. Так, ну и по форме. Ладно, давайте так. Друзья, всех приветствую. Это Лига чемпионов полуфинал. Челси, Барселона. Напоминаю, что первый матч мы уступили 2-1. Игра была скучная. Хоть и было забито 3 мяча, Фарса, может быть, немного была поживее. Иногда даже сама себя переигрывала. Мафис Депай сегодня у нас Цапник. Карима Дэми. Ферран Торрес. Сразу же заряжает. Ферран Торрес и Менди. У нас угловой. Не зацепился. Не зацепился наш футболист. Нужно возвращаться голубом, потому что Тимо Вернер все-таки, все-таки проскочил. Тимо Вернер. Вернер. Вот это может быть опасно. Здрасте. Голок антем. И первым же ударом. В первом матче нам забили первым же ударом. Ну и, собственно, сейчас. Седьмой номер. Седьмая минута. Третий гол на голу Кандае в Лиге Чемпионов. Мафис Депай. Вообще ничего не получается. Молодец, Фрэнки. И на Карима Дэми. На Карима Дэми. И. Это блестяще. Это прекрасно. Мефис Депай. Голевая передача Карима Дэйби. Технищен. Шикарен Карим. И. Зобрустый какой великолепный. Вот это исполнение. 1-1. Мы в игре. Федри. Депай. Ой, как сейчас на Ансуфати. 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 Главное не перекрыть. 2-1. 2-1. 2-1. Ансуфати тоже. Появился наконец-то. На горизонте. Появился наконец-то. У наших. Телевизионщиков. Или как их там. Операторов. Потому что в прошлом матче. Я и не знал что он у нас играет. А он может кстати. У него есть такое. Стоит. Стоит. Потом бах. А он уже дубль оформил. Хорошая передача. Аким Зьеш. Рис Джеймс. Ой, вот это здорово. Ой, господи. 2-2. 2-2. И... Такое ощущение, как будто игра вообще... Даже шанс нам не дает. Все. Все удары. Залетают. И нам, по-моему, еще ни разу Трештегин не выручал. Да хотя бы он даже просто не доставал какие-то обычные удары. Ну, то есть, знаете, там такие классические. Рейнки. Мэймфис. И еще передача. Адеми. Скидка. Ну, классно же. Классно же. Я представляю, как там нервничает Хави. Хотя... Вроде бы жестикулирует максимально сдержанным. Адеми все сделал великолепно. Мог и сам пробить. Угловой. А у нас вот такое вот кино получается. Ну, Челси начал катать. Я бы не сказал, что катать, но комбинирует. По крайней мере, старается. Бен Чилл через лево фланг атакует Челси. Что? Да вы угораете. Да вы серьезно. Он уже без мяча там был. Где-то что-то зацепился. И вот... Короче-то хренатень полнейшая. Я вообще уже и отборы так и не делал. Короче, ладно. Давай, Торштегин. Такое не берется, ребят. Это лютое дерьмо. Он сейчас такое сделал. Такое не берется, ребят. И не скажешь. Вот по игре, да, вот второй матч, первый матч закончился 2-1, сейчас 3-2. Такое ощущение, как будто команда играет в какой-то феноменальный футбол. Там какая-то нереальная рубка идет. Много ударов в створ. Да ни хрена подобного. Пять забитых мячей. Там реализация 105%. Такое не берется. Хотя Торштегин угадал. Ромео! И вот, вот. Первое спасение Торштегина, наверное, да? Так-то больше не припомним. Будут разыгрывать. Ну, конечно. Челси. Это же Челси. Депай. Что там? Пенальти хоть не послалил. Спасибо тебе за это. Дьеш, на ближнюю. Без комментариев. Продолжаем дальше. Торость. Рэнки. И заброс на Карима ДМИ. Карима ДМИ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, ну он, конечно, красавица. Он прям страйкер. Какие мячи. 4-3. Это что там? Роман Павлюченко, что ли? На баннере учился. 4-3. Ребят, в следующем сезоне Карима ДМИ будет выходить гораздо чаще. У меня в голове есть пару мыслей по поводу трансферов. Но это уже будет в следующем сезоне. Перестановочка будет у нас такая серьезная. Сержио Роберто. Карима ДМИ. Мэмфис Де Пай. Ой, как здорово. И Мэмфис Де Пай. 4-4. Вот это да. Вот это да. Вот это матч. Мне интересно посмотреть на статистику. 4-4. Прекрасный матч. Много забитых мячей. Но мы мимо финала Лиги Чемпионов. Бились до конца. Старались. Но не хватило. Не хватило пяти забитых мячей, чтобы пройти финал Лиги Чемпионов. Посмотрите, друзья. Посмотрите. Ожидаемые голы. Кто здесь комментировать? У нас Ла Лига. Посмотрите турнирную таблицу. Мадрид сгорел в двух очках от Барселоны. Преследует нас. Футбольный клуб из Мадрида. У нас по календарю. Беттис, Хетафи, Сельда и Филериал. Давайте перемещаться к матчу. У нас Адеми играет в основе. Поехали. Ох, как опасно было. Альба. Френки. Передача Ансуфати. Ну тут ошибка галкипера, я считаю. Как-то остался. Обычно они выходят. И снова эта минута. Снова вот эта шестая, седьмая минута уже в третьем матче подряд забиваем. И мы забиваем. И нам забивает. 1-0. Ансуфати выходит вперед. И забивает. И выводит вперед. Что самое главное. Футбольный клуб Барселона. И Мэфис Депай заряжает с левой ноги. Что ж такое-то, а, Виллиан Карвалев? Вот так вот. 1-1. 1-1. 1-1. Столько времени было. Прицелился. И в притирочку со штангой. Депай. Пойти. Снова Мэмфис. Мэмфис. Каримадеми. Дотянуться. Каримадеми в ближний угол. Все-таки. Ну Мэмфис Депай. Он, знаете, как бронепоиск. Как какой-то ледокол. Поэтому он, конечно, хорош. Вот здесь вот. Неудачная передача. Но зато сейчас сразу, ну, в том же эпизоде. Точнее, сразу же отдал. И Каримадеми пробил в ближний. Рискованный был удар. Но голкипер здесь накосячил. Торрес. И может быть на Каримадеми пройдет передача. Каримадеми. В ближний. Каримадеми. Передача на Ферна Торреса. Адеми. Блестящий. И Каримадеми оформляет. Думали, ребята. Вот это да. Вот это немец. Отлично. 1-3 уже. Полегче стало дышаться. Но все же есть еще полчаса. Почти полчаса убедиться. А не им хватит и 10 минут. Снова через левый фланг. Тештеги сразу же на Педре. Педре. Перан. Перан Торрес на Адеми. Убегает Каримадеми. Расстрел на дальнюю Фати. 4-1. Все получается. Великолепной контратаке. 4-1. Хорош. Все. Отлично. Да, Адеми, конечно, быстрее. Гораздо быстрее Депая. 4-1. Потрясающая. Игра во втором тайме. Что-то было сейчас. Здорово. Тречка. Нашу копилку. Продолжаем лидировать. Следующий матч у нас с Сельтой. Сельта на 17-й строчке. 35 туров позади. Переходим к матчу. Этот матч будем симулировать тем же составом, который был у нас на прошлой игре. Мефис Депай. Карима Деми. И дубль Мефис Депая. Отлично. 3-1. Уверенная победа. Ребята, что у нас осталось два тура до конца этого сезона. Еще не ясно, кто будет чемпион. Барселона или Мадридский Реал. У нас впереди. Китафи. Ну а в заключительном матче, в заключительном туре Барселона встретится с Вильяреалом. Ну что, переходим к матчу с Хетафи. Угу. Форму мы, конечно, сейчас поменяем. У них расстановка 4-4-2. Хетафи занимает 9-е место. Ну что, нужно обыгрывать и не только Хетафи, но и Вильяреал, если мы, конечно, хотим стать чемпионами. Фрэнки Де Йонг. Фати. Передача на Де Йонга. Фрэнки. Великолепно. Великолепно. Все было сделано. Спокойно. 0-1. Де Йонг выводит Барселону вперед. Хорошая комбинация. Отлично оттянуло себя от всех футболистов. Ну не всех крайних футболистов защиты. Танцу Фати, ну и Фрэнки Де Йонг обладает не самым, конечно, точным ударом. Но в этой ситуации он не сплоховал. Игра идет на встречных курсах. Но Варгас снова через флаг. На этот раз уже через лево Варгас рвается штрафной. Варгас удар какой! Неожиданно. Рискованная передача. Альба. Тепай. Ферранторес развернулся! Ферранторес! Снова Ферранторес. Вытеснили. Все-таки вытеснили Мэмфиса Депая. Подключение. Демир. Патим. Ферранторес. Ой, как здорово! Здорово! Ну это блестяще! Просто растаскали оборону 0-2. Подустала Хетафи. И Педри ставить жирную точку. Все решится, друзья. В последнем туре. Ну что, друзья. Последний матч. Последний официальный матч Барселоны в этом сезоне. Встречаемся с Вильяреалом. Посмотрите на расклады в турнир. На таблицу. У нас, кстати, друзья. Тем временем Педри перейдет обратно. Центральный полузащитник. Он у нас будет. Так вот. Опять поражение у Реала и у Барсы. У нас на одну ничью меньше. По поводу разницы здесь все понятно. Нам ни в коем случае нельзя проигрывать. Ни в коем случае. Мы играем дома. Мадридский Реал играет тоже дома. Играет с Бетисом. Будет жарко. Будет жарко, друзья. Переходим к матчу. Играем дома. Состав боевой. Поехали. Ла Лига. Последний тур. Возможно, золотой матч для Барселоны. Напомню, что в первом круге мы уступили Вильяреалу и уступили 1-0. Обидное было поражению. И сразу же вот офсайд. Рионг. Федри. Ферон Торрес. Федри. Торрес. Фрэнки. Патим. Ой, как здорово. Ну, вот здесь забежал офсайд. Опять немного перемудрили. Ой-ой-ой, как опасно. Мэфис. Фрэнки Де Йонг. Ансу Фадим. Ферон Торрес. И Педри. Какой момент. Что творит? Что творит Барселона? Это точка. Это пенальти. Ух. Ну что? Кто у мяча? У мяча Ансу Фатим. Еще подойдет Мэфис Де Пай. Отлично. Галкипер в один угол. Мяч в другой. Идеальное исполнение голландца. Нашего летучего голландца. 1-0. 20-й гол Мэфиса Де Пай. Ох, как может быть опасно. А что? Что произошло? Да у мяча уже сто раз вышел на угловой. Очень неплохо. Фрэнки. Педри в ближнем. Ну, там защитник хорошо разыграли. Рули выручает. А с угловой. Фарса решила разыграть. Подача хорошая. Ферран Турес. Посмотрите, что творят. Посмотрите, что творят. Что творит эта желтая судмарина? Это опасно. Зеленский. Хороший удар у Зеленского. Спокойно. Что происходит? И сразу же передача на Феррана Тореса. Ферран Торес. Карима Де Эми. 2-0. 2-0. Фортуна улыбнулась в Барсе. Мы отбивались почти полчаса. Действительно, Вильяреал жестко нас прижал. И даже сейчас при выходе контратаку мы попадаем в штангу. Но Ансу Фати находится там, где нужно. Как говорится, в нужное время, в нужном месте. Должен был забивать Адайме, а забивает Ансу Фати. 2-0. Да, фарт на нашей стороне. Тут я, конечно, ничего не могу сказать. Но еще есть второй тайм. Ферран Торес. Ферран Торес пробился левой. С места. Да, с места били. Ой-ой-ой, опасно, может быть. Арье, подача. Ух, вот это было опасно. Нужно в срочном порядке провести замены. Во-первых. А давайте выпустим Захаряна. Нет, давайте выпустим Гави. Так, и что? Ну, наверное, пока оставляем вот все как есть. Поедри. Да что ж ты будешь... Все, ладно, ребят. 2-0. Барселона. Каталонская Барселона. Чемпионы. Всех, друзья, поздравляю. Всех, кто следит за карьерой. Ну и болельщиков этого клуба. Отдельное поздравление, ребят. Ну, хорошо, действительно, хорошо. Мы набрали ход. Немного не повезло в полуфинале Лиги Чемпионов. Надеюсь, что в следующем сезоне мы это исправим. В следующем сезоне будут усиления. И я так посмотрел. Будут покупаться, друзья, крайние защитники. А давайте пока помолчим немного и понаблюдаем вот за таким прекрасным моментом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хороший сезон, в принципе, в целом, я считаю, что сезон был хорош, дошли до полуфинала, выиграли чемпионат, выиграли, по-моему, кубок, да, я уже, если честно, подзабыл, но... И не сказал бы, что мы делали каких-то токшибательные трансферы. Давайте подводить итоги, Барса чемпион, Реал в двух очках. Фильбао, тоже в Лиге Чемпионов, третье место, занимает четвертое место и четвертую путевку, самый престижный футбольный турнир. Атлетика Мадрид отправляется туда. Реал, Соседат, Вильяреал, а, Соседат, Лига Европы, Вильяреал, скорее всего, Лига Конференции. Вот так вот, 67 очков они набрали. Лучший бомбардир. Не, наш футболист Депай, 20, Фати, 19, Торрес, 15. Тоже молодцы, Мэфис Депай, 18 голевых передач. Также посмотрите, у нас в списке, кто любитель раздавать голевые передачи. И Педриф, и Фрэнки Де Йонки, Фати, и Ферон Торрес. Не жадничали, ребята. Вильяреал, обыграл спокойно в финале Рому, 3-0. Лига Европы, Байер, Ливеркрусинский обыгрывает Телестер с Сидием. Ну, а Лига Чемпионов тут, как всегда, ПСЖ Челси. Ребят, кстати, ПСЖ был для меня фаворитом, я, по-моему, это еще говорил в полуфинале с Челсием. 2-1, французы побеждают. Давайте взглянем на статистику. Коанцу Фати, лучший бомбардир Барселоны в этом сезоне. 30 мячей, 16 голевых передач. Вот так вот. Мэфис Де Пай. Лучший игрок Барсы в этом сезоне. Именно лучший игрок. Лучший бомбардир-то понятно. Так он мог бы и, кстати, быть лучшим бомбардиром. Но не суть. Суть в том, что 29 мячей и 26 голевых передач. Это что-то невероятное. Торрес, 22-16. Тоже очень хороший добротный результат. Пэдри. Начинал он как центральный полузащитник. Потом его переместили на Цапника. И в конце сезона он обратно стал на центральный полузащитник. 16 мячей, 20 голевых передач. Потрясающий результат. Но еще и Карима Деями. Великолепную форму набрал Карима Деями. И Гави доверяет этому парню. И в следующем сезоне он будет один из основных футболистов. Фрэнки Де Йонг. 17 голевых передач, 6 мячей. Гави. Кстати, вот. Брэд Туэй забил за Зельту 4 мяча. Я дал 4 голевые передачи. Ну что, друзья. Предлагаю на этом завершить. Первый сезон за Барсу. В следующий сезон будем делать акцент на Лиге Чемпионов. Будут усиления. Особенно, повторюсь, это касается крайних защитников. С вами был Гамбит. Всем удачи. До скорого. И всем, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok